так всем здрасте вышла уже в эфир сейчас лена подключится и сейчас он будет совместный эфирчик у нас похолодало очень сильно очень сильно холодно очень такая непонятная погодка я утеплилась мне сегодня три пары сапог таких новых пришло классно еще еще мне вот передавали вчера в полной боевой готовности это мне прислал статьи for you я всегда и отвечаю на мне шлепки вот эти розовые розовые такие фиолетовые присылал так что я уже он все утеплилась я не еду никуда еще подъехал мне еще подскочить по местности я выставлю выставлю пост посмотрите поэтому я уже все видите сейчас утеплилась и уже начала такие теплые вещички завтра еще поеду тоже приобретать там какую-то верхнюю одежду новую потому что резко похолодало сама ли я крашусь ну как бы на какие-то мероприятия модина тогда сама конечно так кстати у меня пока есть шесть минут свободных я наверно проедусь раскачу тут все равно мне надо местечко и время не тратим вот и сейчас через пять минут лена подключится не знаю что ленина за тему задала эфира зная ее сейчас лена начнет провокационные штучки закидывать телефон в руке у меня телефон в руке у меня в этой новой машине этой держалке это не я забыла со своей машины стой забрать крашиха я здесь по местности у себя и сегодня никуда не выезжала крестик у бренда мне дарили его с брюлями но это не какой-то не графа не какой-то там супер бриллиант и бриллиант и плюс обычный крестик который я связь освещённый ношу мерзкая пища мне просто тут надо кое-что купить мне нужны салфетки влажные которые для домашней уборки я хочу сейчас там короче сегодня вещи хочу пересплатить хочу попротирать там гардеробные всякие там полочки бонжур леночка ты уже здесь чает припаркуюсь и две секунды тебя добавляю так 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 вижу дорогая сейчас две секундочки стану чтобы сейчас не отвлекаться причем я уверена я сейчас знаете такая в свитере вся такая вся на городском стиле на кэжуале сейчас подключаем лену лена сейчас при марафетах будет при таких я вам я вас уверяю это просто это сейчас будет и прическа и укладкой макияж и все дела так 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 куда же мне стать так стану есть сюда вот где так уродненько так все сюда становлюсь паркинг паркинг так леночка все сюрприз-сюрприз вот и я же сказала привидит никакой прически как видишь очень удобный формат когда нет парикмахера под рукой при марафетах я же сказала что видишь я такая езжу вся нам вся на обычном таком стиле городского так ты знала что ты будешь вышколенная как всегда да я соскучилась безбожно но сказать что ты не при марафете это еще большее безбожие вся всегда красотка всегда выглядишь как звезда потому что очень многие наши коллеги по шоу-бизнесу забывают о том что звезда должна всегда блестеть и некоторые реально позволит профессию мы с тобой мы с тобой всегда крутышки мы должны с тобой сегодня обсудить мужчин ничто не угрожает сейчас тебе ты отключила мотор да я все на паркинге все устаю все хорошо потому что я недавно ты же знаешь этот жуткий самоидентификационный скандал мы успели посадить и прямого как короткого сбила нас от человека и мы все внутренние сжались потому что человек не пьет ну или по крайней мере она не была пьяная то есть это означает что каждый из нас за руль садясь просто может изменить свою жизнь навсегда у меня вчера лет была ситуация просто идентична это благо то что ну как бы что я ехала не на такой скорости просто я еду по Новой Риге поняла там где трасса но там есть вот этот разделитель отбойник или как он называется просто человек перелази через отбойник ну споткнулся под колеса упал понимаешь что у людей и просто вот таким образом творится вот беда для всех понимаешь поэтому я не знаю я очень надеюсь что ее оправдают потому что ну это нелепость я живу на западе здесь пешеход всегда прав даже если он в неустановленном месте перебегал никто не имел права его лишать жизни и при этом мы с тобой точно понимаем что на месте Вики мог бы быть любой другой человек и мы точно так же сопереживаем и пытаемся мы даже сопереживали пьяницу Ефремову а уж Вики которая была трезвая и тем более что вот видите все эти истории вскрыли что Гелендваген был подарен женатым мужчиной и в общем это как раз к теме нашего сегодняшнего разговора несмотря на очень грустный инфоповод хотела поговорить с тобой о твоих мужчинах и подарках этих мужчин потому что ты выкладываешь в инстаграме а у меня по тоске к тебе только один способ к тебе приблизиться это регулярно следить за твоими постами в инстаграме и поэтому я постоянно вижу подарки я хотела бы чтобы наша с тобой беседа была сегодня кому-то полезной чтобы мы свою философию отношения к мужикам и к их подаркам ну передали по наследству девочкам и я начну с того что спрошу у тебя вообще как ты считаешь при каких обстоятельствах можно принимать подарки какие смотри во первых я хочу сразу такую отводочку что за все свои 26 лет да или сколько мне я никогда никого ничего не просила никогда у меня не у меня ты мне знаешь, я такой человек который, знаешь, у меня отсутствуют этот момент, знамёки вот это я хочу, вот это вот я видела такую сумку вот подружки подарили это не моя история все, что мне дарили все что мне давали все, что в моей жизни что происходило это просто по доброй воле хороших мужчин хороших людей, которые встречались в моей жизни, которые были в моей жизни отношения. Я считаю, что это нормально, когда мужчина проявляет знаки внимания, заботу и что-то делает, что-то дарит. Я даже считаю, что это нормально, когда женщина проявляет заботу, знаки внимания и что-то дарит. Поэтому неважно, кто нам дарит. Я как феминистка за подарки, в принципе. Скажи, а есть такие подарки, которые ты отказывалась принимать, потому что считала, что это некорректно? таких ситуаций в моей жизни не было, но, допустим, те подарки, которые я принимала. Если я находилась с человеком в отношениях, и я принимала подарки от этого человека. То есть если в моей жизни не было такой ситуации, допустим, что какая-то неловкая была ситуация, при которой я не могла бы принять подарок, если он был бы дорогостоящий, либо еще какой-то от человека, которого я не настолько там хорошо или близко знала. Только если я нахожусь в отношениях, конечно, да, Рите, конечно, это нормально. А у меня был случай, когда я была в отношениях с крутым человеком, мы с ним выехали в Париж, в один из первых моих посещений Парижа, и он говорит, хочешь, я тебе подарю квартиру в Париже. И мы даже поехали куда-то смотреть какую-то квартиру в 15 округе, а я уже знала, что 15 округ это не самый лучший и отказываюсь. Так что бывает и такое, что отказываюсь не потому, что баранин очень пропал, а потому, что фигню предлагают. Фигню предлагают. А еще я, когда у меня какой-нибудь случается праздник, день рождения, и когда идут и друзья, и подружки, и все подряд, и мужики, я им всем пишу, вранье полное, у меня аллергия на цветы, не дарите мне цветы, потому что я терпеть не могу, когда дарят цветы, и когда вижу у тебя в инстаграме вот эти вот полные чернобыльские рост на двухметровые цветы, я думаю, боже мой, эти трупики цветов, а могли бы подарить корзину яблок, хоть больше было бы толку. Нет, ну, нет, понимаешь? Нет, цветы в любом случае это прекрасно, в любом случае это... Нет, ну, знаешь, ну, во-первых, еще зависит от того, кто дарит, согласись. Да кто бы не подарил, потом их выбрасывать, они сутки стоят, а потом у тебя это... Не знаю, у меня голодат, видимо, у меня от чистого сердца подарены. Вот, нет, на самом деле, как бы, да, я понимаю, о чем ты говоришь, о каком периоде, да и сейчас, как бы, да, ну, всегда как-то так происходит, что у меня цветы есть, и цветы это круто, приятно. Ну, конечно же, жалко, да, когда ты понимаешь, что они уже все, и... Да я бы даже была бы согласна, если бы они на эти деньги покупали кошачий или собачий корм для приютов, чем мне вот этот мусор дарить, а ему все равно выбрасывают мне хлопот больше. А если же хотят делать мне приятное, я беру только едой. Там кризисные времена такие, что теперь уже не за цветом. Лен, ну, слушай, ну я, может, еще, знаешь, еще десятки лет проживу, знаешь, может, тоже пойму, что... Хочешь не хотят... Нет, нет, в твоих словах есть правда, знаешь, когда у меня в свое время был, так вот тоже ухожу, знаешь, так, подожди, я тут заблокирую, то тут ходят всякие... Вы смотрите, как она технично обастрола Милину, глава старой. Нет, смотри, был такой период, знаешь, ну, как-то у меня такой не лучший период, скажем, был в жизни, знаешь, ну, типа там, финансы, что-то с работы у меня не ладилось. Давно это было, но мне дарились цветы, они дарились там постоянно, каждый день, вот, постоянно, знаешь, заваливалось. И я не выдержала, я уже сказала, слушай, говорю, ты, блин, спросил бы там, не знаю, что я, на что я... Колбаски бы, да. Да, ну, как-то, знаешь, ну, знаешь, есть реалии, есть, как бы, романтика. Понятное дело, что это все приятно, я не откажусь от этих слов, но, как бы, есть, да, есть реалии. Ты знаешь, равно сильно сейчас карантин, сейчас нас опять всех засадят, понимаешь, и цветами ты особо не прокормишься. Не засадят, не волнуйся, я чуть позже расскажу, потому что у нас в Европе это началось раньше, и сейчас в Европе меня коронавирус настиг в Европе, поэтому мы с тобой встречаемся. Подожди, Зайчик, если, Зайчик, пожелать секунду, то тут не могут проехать. Ну, мы с тобой говорили о том, что дарили подарки в Европе... Подожди, сбила местность, такая была хорошая мысль про подарки. А о том, что ты сказала, что карантина, значит, карантина... Нет, про карантина это я решила позже рассказать. То, что я сказала, я сказала, что на карантине не прокормлюсь со цветами. Я помню, но я не помню, что я хотела. Интересно сказать, то, что ты сказала, я помню. Да просто в отношении подарков у меня была подруга. Ее звали Людмила Браташ. Это про нее Никита Джигурда очень много рассказывал. Она погибла при странных обстоятельствах. Очень богатая была женщина. Все ее деньги частично она, так сказать, семье Джигурды унаследовал Никита, частично, а частично там, я уж не знаю, родственникам. Но она мне рассказывала, она занималась арендой частных самолетов и частных яд. И вот она рассказывала, как привозили миллиардеры, ребята, девчонок молоденьких, 18-летних, 16-летних, голодных, и дарили им, как они привыкли своим женам дарить, дорогие подарки. Какие-то там брендовые украшения, шубы, какие-то вещи. А девчонки сумки все эти, гермес, несли к Люське и говорили, Люська, поменяй на колбасу, вообще купи за любые деньги. То у них там где-то в далекой деревне нечем кормить младшего брата, на школу вынуждена. А ребята дарят сумки, которые могли бы там, не знаю, в университет ребенка отправить на 10 лет. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, есть реалии, они жестокие, разные бывают. Да, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, да. Да, но в отношении подарков все-таки мы должны признать, что мужчины не очень умеют их дарить. Мало того, что постоянно судят по себе или хотя бы по жене, в крайнем случае, но точно не по нашим личным. То есть они не слышат, не спрашивают, что-то там делают, а если им сказать, какая фигня, еще и обижаются. У меня один приятель есть, он говорит, я своей девушке, он, кстати, недавно умер, и его тут часто мне приписывали, но у нас с ним были только приятельские отношения. Значит, он говорил, что он отправил свою подругу отдыхать, купил ей путевку, потому что сам не смог поехать с ней, поехать за границу отдохнуть. И она приехала, он ее встречает в аэропорту с цветами, как ты любишь, и спрашивает, ну как, в надежде услышать хотя бы большое, простое человеческое спасибо. А она ему там с порога, значит, отель оказался не пять звезд, а четыре, соседка чудовищная, кормили плохо, погода плохая, но кто пятое-десятое, он уже послушал, послушал и говорит, ты знаешь, дорогая, чтобы больше тебя никогда не расстраивать, я никогда-никогда больше не буду дарить тебе путевки. То есть, конечно, мужчины обижаются, когда мы не умеем говорить благодарности. О, вчера одна крутая тетка мне рассказала, что сделала ее клиентка с мужем и его подарками. Это второй случай уже в моей практике. Значит, она, когда он что-то ей дарит, она относит обратно с этикетками, сдает дешевле с девчонками-продавщицами из брендов, договариваются, чтобы брали с комиссией, с откатом для продавщицы. И, короче, она натырила у собственного мужа полтора миллиона евро кубышечку. И приходит потом к банкиршек известный и говорит, мусечка, а куда мне наличкой такую сумму деть? Представляешь, как воруют у мужей? Это подарки, она просто их обратно сдавала некоторыми. За несколько лет так себе подушку безопасности скопила. Нормально, полтора ля бы так насобирала. Это все вместо того, чтобы честно ему сказать, слушай, у тебя там есть параллельная жена, у меня от тебя дети, мне нет, где будет жить, если у тебя завтра кирпич на голову. Ну, честно сказать, что она волнуется, уже детей хотя бы на детей какую-то недвижимость переписать. Хоть что-то купить, нет, он дарит ей вот эти вот подарки, которые она обратно продает. В общем, целый бизнес. Слушай, ну, тебя послушай, знаешь, я вот это вот так-так люблю, вообще нашу дружбу и так рада, что нас так с тобой жизнь вела, потому что я сколько твоих историй всех этих слушаю и понимаю, какая же жизнь удивительная штука, понимаешь? Сколько всего разного бывает, и сколько разных ситуаций, и людей, и чего только не встретишь. Я последнюю неделю каждый день обедаю с одним миллиардером. Подружки, ничего лечить, чисто лечить, чисто просто поговорить не с кем тому и другому. И ты понимаешь, он мозг мне раскрыл, взорвал и расширил. Столько страшных историй теперь знаю, что только под дулом пистолета смогу их рассказывать. Поэтому вернемся к мужикам и подаркам. Скажи, какой подарок тебе понравился больше всего из того, что тебе мужчины дарили? А я расскажу про себя. Лен, ну, наверное, ну вот как бы да, из последнего, вот у меня там вчера интервью было, тоже там был вопрос на эту тему задан, наверное, вот то, о чем мы с тобой тогда разговаривали, наверное, этот картьешный браслет, гвоздь, который вот этот был... Сколько он стоит в продаже? Четыре, ну, сколько, но на картье, ну, сколько они стоят? Три миллиона семьсот или четыре? Мусечка, я очень надеюсь, что на эти деньги ты купила себе квартиру в Москве. Быстренько, хотя бы... Нет, Мусечка, я тебе потом отдельно расскажу, как он у меня лежит до лучших времен. Хорошо, тоже хорошо. Но мой тебе мудрый совет инвестировать в квартирешечки, а не... Ну, квартирешечку я так купила, но я сейчас, Лен, хочу не где-то участок, как по твоему же совету и по твоим же умным наставлениям, я же еще участок сейчас хочу. А ты не хочешь ко мне куда, где я? Есть такое место модное, такая Швейцария в России, в ста километрах от Москвы, но по скоростной дороге это всего час. Это где Больк мы с тобой были? Да, завидовала. Там всего час сейчас открыли скоростную дорогу, за час ты вообще грибы, ягоды, свежий воздух. И там можно отдельно купить землю и не торопясь потом за сто лет построиться. Ну, просто мне надо посмотреть по... Короче, я просто, я же почему покупала между Новоригой, между рублями, чтобы здесь где-нибудь недалеко же еще домик отгрохать, для того, чтобы забрать маму, для того, чтобы все рядышком было. Ну, не вместе, но рядышком. Вот, поэтому надо посмотреть в плане завидовала там нисколько. Я просто не помню территориальный как-то. Нет, просто мне кажется, что я тебя познакомлю с владельцами, и мы там... А мы с тобой, мы знакомились, мы с тобой сидели тогда, когда мы с собаками с нашими ездили. Мы же когда в гольф... А мы придем теперь, скажем, нельзя ли нам скидочку за звездность? За звездную скидочку, это хорошо. Скажи, ты в Москву долетишь-то, когда с такими событиями? Катастрофа. Ну, я должна всех успокоить. Больше никто никого в комендантский час не отправит. То есть страны пострадали экономически настолько в этой ситуации, что просто это было бы убийство. Большинство моих знакомых бизнесменов потеряли бизнесы, потеряли деньги. И поэтому больше такого, чтобы вот там взяли страну, закрыли из дома, не выходишь, только бумажка разрешения, как в военный режим, больше такого не будет. А мне кажется, что не будет. Просто я же вижу, я же тоже тут с определенными людьми, кто здесь как бы у нас, у руля, я же тоже разговариваю, общаюсь. Ну, вообще поговорю, что до Нового года все-таки нас... Понимаешь, я служу по Европе. Здесь все началось на месяц раньше. И вторая мама... Своя история, Лен. Тут понимаешь, что помимо этого ковида, тут же есть еще другие подводные камеры. Которые мы с вами не обсуждаем, потому что ни блогерки, ни приметки, ничего более... Мы слишком, мы слишком улыбаемся. Мы другоглавовым можем. Да, мы эти вопросы не знаем, не хотим знать. Так, возвращаясь к подаркам. Сижу, я читала лекцию. Лекция называлась «Как согласить любого мужчину, даже если это ваш муж». И одной из тем, которая лучше всего всегда у меня идет на ура, это тема «Как научить мужчину дарить подарки». Значит, я такая чувствую, что я вообще гуру в этом вопросе, потому что чего мне только не дарили, и кабриолеты, и квартиры, и все такое. Даже когда я отказывалась от некоторых, все равно, как бы, в общем, получалось получать много всего. В общем, не важно. Важно, что я обращаюсь к девушке, которая сидит на передней вере, и говорит, а вот вы, например, что вам муж подарил самого крутого? Она такая встает, а я думаю, ну сейчас какой-нибудь фигнёв будет плакаться. Она говорит «Феррари». А потом оказалось, что я знаю ее мужа, и что у ее мужа четыре, внимательно, четыре параллельные семьи. И он еще и... Хорошо живет парень. Он очень крутой, очень красивый, обаятельный, умный, но четыре семьи. И он еще начал за мной ухаживать. Я перевела наши отношения в дружбу, потому что я точно не хочу участвовать в гаремах. Но ему каждый раз говорила, «Слушай, ты допрыгаешься, ситуация как бомба, как бочка пороховая. Когда-нибудь взорвется, кто-нибудь один узнает». Это все, потому что все его дамы, никто не знал полной картины. А дети иногда появлялись чуть ли не параллельно. Ну то есть очень... Я говорю, как ты делаешь, чтобы отметить Новый год? Он говорит, ну а Новый год у меня с мужиками в бане. Это традиционно. Я говорю, что ты делаешь 14 февраля? О нет, я всем женщинам объяснила, что это коммерческий праздник американский, что это надо. Я говорю, ну а 8 марта ты как отмазался? Он говорит, это проститутка Клара Цеткин, тоже не отвечает. А дни рождения, к счастью, попадали на разные дни, разные месяцы, поэтому там не было совпадений. И вот я, много времени прошло с тех пор, как мы с ним не виделись, и тут я встречаюсь с ним за границей. Он сейчас где-то за границей, в Европе. И первым делом, первый вопрос, который я задаю, я говорю, слушай, неужели так и не взорвалась эта бочка пороховая? Он говорит, не поверишь, взорвалась. Пятое. Я поссорился со всеми четырьмя одновременно, бросил их всех четверых одновременно, и нашел сейчас одну единственную женщину, которую я люблю, и которую я вот уже с тех пор, как мы с тобой видели, несколько лет не изменяю. Я была в восторге от такого прекрасного конца этой страшной сказки, потому что ни одному мужику, потому что мужики вообще не умеют скрывать параллельные отношения, и скрываться. Женщины способны определить там любую конкуренцию. А мужики, чтобы вот так вот виртуозно на четыре фронта работать, это просто пипец какая нагрузка психологически. Гениальный какой-то человек, случайно. Ну вот оказывается, что все хорошо наканчивается, и теперь одна, и он ее любит и не изменяет. А со мной, с удовольствием, пообедал. Ну это без всяких, без личных, просто по-товарищески. Нет, ты знаешь, иногда вот тоже, знаешь, многие удивляются, потому что у меня же все равно основная часть это мужчины, друзья, да, как бы. Вот, иногда вот в таких случаях, когда вот ты понимаешь, что человек-то он хороший, да, как бы, ну лучше вот с такими дружить. Вот у меня тоже многие такие подобные ситуации, я всегда переводила в дружбу, потому что иногда бывает, что лучше с человеком дружить, в хороших быть отношениях, нежели где-то фигурировать там, где надо. Тем более, что среди твоих поклонников наверняка есть люди разных культурных традиций. Некоторые считают, что женщина должна слушаться мужчину, а мы с тобой, вот несмотря на то, что ты выглядишь как девушка из Дубая, ты ищешь. Да-да, мы тогда, помнишь, с тобой разговаривали насчет внешних дамок, то, что, как бы, я-то понимаю, почему мне постоянно эти закидывают удочки, понимаю, что я пэто, я шето, еще что-то, потому что, ну, как бы, есть яркая внешность, и от этого я никуда не денусь. Не только, не только яркая внешность, но и стиль одежды, и там, сексуальное белье и так далее. Но я знаю тебя... Лен, давно, кстати, давно уже ничего, и ни фу, и ни фоток таких нет, и все равно, и одежда, я бы не сказала, что, знаешь, ну, типа, есть инстаграмные, прям инстаграмные телки, которые, как бы, знаешь, позиционируют себя. У меня мой инстаграм уже давно как место для моей работы, понимаешь, ну, то есть там все мои съемки, все мои какие-то проекты, первые каналы и т.д. и т.п. Я просто знаю тебя в жизни, и могу смело заявить своей аудитории, тех, кто, может быть, не так хорошо знает, как твоя аудитория, Лерочку, в том, что она гужик с яйцами, что она на самом деле феминистка, несмотря на то, что она внешне выглядит как женщина, она на самом деле очень даже себе полководец. То есть это значит, что, ну, точно не шлюха, которая готова терпеть жизнь. Спасибо, Ленина. Да, 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 ну, я сама страдала всю жизнь от того, мне все тоже говорят, насосала, вместо того, чтобы просто поверить, что жизнь сосала бы, понимаешь, что-то решала бы в этой жизни, это уже, блин, такое преданное, то есть я не понимаю... Главное сосание... Да, понимаешь, если бы сосание что-то решало бы, по-моему, что в этой жизни по-другому было бы. Но это бред, когда нужно сосать. Да, сейчас, как понимаешь, Лен, сейчас решает, ну, как бы, так уже давно это решает, прошли эти 90-е, 90-е годы, да, когда там дядя в малиновых... Может, это где-то еще есть, да, когда дядя в малиновых пиджаках этих девчонок безмозглых, которые улыбаемся всей Маши брали и ей что-то давали. Сейчас, в любом случае, мужчина нормальный, достойный, он не будет с безмозглой какой-то девчонкой, то есть любой мужчина, уважающий себя, будет себе искать, подстать, то есть девушку, которая будет сама что-то из себя представлять. Вот, поэтому... Поэтому, к чему я это хотела сказать, у меня прям мысль моя. К тому, что не стоит девчонкам культивировать в себе качество проститутки, а стоит... А, вот, я к тому, что, понимаешь, Лен, сейчас решают, сейчас, во-первых, трудолюбие, во-вторых, связи, в любом случае, связи, знакомство и дружеские отношения, потому что все у нас базируется вот так, кто-то кому-то в чем-то помог, тот помог тебе в ответ, тот с кем-то связан, и вот так это все идет, то есть вот это вот хиблия, извини за выражение, и на экран через диван уже давно прошло это все, это все бред, и когда мне люди пишут, уже 2020 год, а мне люди все до сих пор там пишут, я сейчас получила главную роль в сериале, а что, получила роль насосала, думаю, господи, думаю, вот знали бы вот все пососальщицы, понимаешь, как вот главную роль, ну то есть это, блин, смех, конечно, полнейший, кто-то, что в этого проверит. А давай им расскажем, давай им расскажем, что пришлось преодолеть, чтобы получить эту роль, без имен. Смотри, рассказываю, опять же связи, у меня есть друг, друг моего бывшего парня, и мы с ним как бы в хороших отношениях остались, ну просто друг, точнее мы с ним так же продолжили общение, хотя с тем как бы мы расстались. И мы что-то где-то год не могли никак состековаться, вот, и получается что-то договорились спустя год встретиться поужинать, сидим ужинаем, ну что там, как у тебя дела? Я говорю, да, там съемки, там съемки, говорю, там то, там это. Вот он говорит, а у меня, говорит, у меня как раз вышла эпизодическая роль в сериале «Гусар». Сейчас он вышел, это с Харламом теперь идет. Вот. Он говорит, а у меня сейчас, говорит, мой друг, говорит, он режиссер, говорит, снимает, говорит, сериал как раз. Вот. И он меня как-то сконтактировал, и мне предложили роль не... не главная у меня изначально была роль. У меня была роль, то есть там, ну как бы она на протяжении всего сериала идет в любом случае, но это не основная часть. вот и получается за сутки или за двое да где-то за день до начала съемок главная героиня которая должна была быть где сейчас я снимаюсь главная героиня слетая то есть она думала что если она там что-то перенесет что из под нее подстроят съемки и из-за нее оттянуть съемочный процесс и как-то вот так скажу она слетает в этот момент меня ставят вместо нее то есть вот просто вот связи и удача и удача и харизма да вот поэтому не все слава богу складывается поэтому хорошо возвращаемся к мужчинам какой мужчина нас с тобой достоин давай обсуждать о каком мужчине чисто теоретически всю жизнь ты мечтал ой боже мой если я мужчине мечтала я уже давно замуж бы вышла наши женщины когда здесь был недавно опрос чувствуете ли вы себя счастливы и почему 56 процентов наших женщин считали себя счастливы только если они в паре и только 40 процентов отдавали счастью за безопасности там финансовое благополучие что за дурдом у них головах творится смотри я не понимаю что за дурдом творится но это реально большинство это большинство и у меня вот девчонок сколько знакомых и многие действительно себя чувствуют несчастными без отношений вот знаешь вот это вечная погоня за каким то за каким-то мужчиной за какими-то отношениями за кольцом и белым платьем вот но я не могу этого понять понимаешь я допустим у меня были другие приоритеты на протяжении всей жизни как бы и слава богу что они у меня были я теперь понимаю что сейчас я допустим уже твердо стоя на ногах да уже все я понимаю что у меня подушка безопасности под моей попой есть сейчас я уже могу подумать и задуматься создание семьи а достойно мужчине рядом о детях и от и да и я и всех остальных этих моментов вот поэтому говорит понимаешь ли кто нас достойно понятное дело что есть какие-то ключевые да ключевые качество в человеке качество в человеке но чтобы по какой-то был определенный типаж или идеал ну нет идеальных понимаешь есть так какой-то набор качества будет а мужчина был ответственен силен как и физически так и морально чтобы со стержнем был понимаешь чтобы твердо он стал на ногах чтобы я чему-то могла научиться у этого мужчины потому что я сама понимаю что я далеко как бы не не глупая девчонка и как бы сама себя сделавшая мне нужен естественно человек сильнее меня понимаешь и в моей жизни были такие мужчины я там до сих пор с ними в прекрасных отношениях вот поэтому я считаю что все вот там вот решается и когда уже настанет этот момент так тогда все но я должна посадить в эту прекрасную почву еще одно зерно и высказать свою позицию в этом вопросе в отношении деток мне кажется что лет через 100 человечество будет очень индивидуалистическим вообще индивидуализм уже очень разве в развитом обществе уже развит распространен но со временем лет через то каждая женщина будет иметь своих детей покупая донорскую сперму каждый мужчина будет иметь своих детей покупая яйцеклепки и суррогатных матерей и каждый будет воспитывать своих собственных детей каждый будет жить жить будет жить в своем собственном доме и вот в этой собственной ответственность никто не будет перекладывать свои проблемы там на других будет сам платить я не считаю это нормально я не хотела бы столкнуться допустим в данной реальности с такой реальностью я считаю что это неизбежное течение жизни приведет именно к такому более того люди перестанут переживать за одиночество и будут ценить потому что все проблемы у нас обычно бывают из-за людей а когда мы живем в одиночестве это самая безопасная форма существования самое мудрое мудрецы когда постигают мудрость они уходят отшельниками становятся так что я верю в то что человечество будет больше самостоятельности проявлять сегодня детей покупают те кто не может ну предположим пары гомосексуальные там и это прекрасно а когда еще детей будут покупать те люди состоятельные которые не хотят чтобы их использовали как пенсионный фонд рожая детей это будет еще прекраснее для них каждый будет сам защищать себя своих детей свои деньги ты права да в любом случае рано или поздно нашему бы тоже не могли подумать там сколько-то лет назад что у нас будут роботы уже активно активно эксплуатироваться вот это неизбежно это будет любом случае как бы но я считаю что все равно институт семьи конечно это важный момент и это как было раньше даже как наши там бабушки детства как родители наши жили все равно это по-другому даже сейчас уже все все не так и все по-другому сейчас огромный выбор сейчас ценности эти растерян и этого нет понимаешь поэтому то что будет дальше то конечно ты права на миллион процентов но я бы не хочу я не очень переживаю что я не живу сейчас как наши живут бабушки мне нравится моя финансовая свобода независимость и даже одиночество местами мне больше нравится чем а если мне скучно я иду к друзьям и в общем-то и с мужчинами тоже наверное это было бы не проблема не будь я замужем это не было бы проблемой но тем не менее все таки я считаю что ты должна подумать о том как бы родить себе вне зависимости от того или как бы выстраивать параллельно эти отношения параллельно искать мужчину и параллельно делать себе детей смотри лент касательно искать мужчину никогда никого не искала искать не собираюсь как тот кто найдется сам это мои какие-то такие личные убеждения и по поводу рожать для себя понимаешь у меня родители были разведены да я знаю там какого там было понятно что сейчас времена другие опять же повторюсь сейчас как бы возможности другие и опять же слава богу что у меня все в порядке что теоретически да это все возможно но я считаю что воспитание в полной семье это чуть другая история понимаешь если бы у меня была бы если мне там отца заменил дедушка да но если бы у меня была бы полная семья как бы да это мой отцовская и материнская как бы все в совокупности может быть не была бы я такой пробивной и может быть не была бы я такой как ты говоришь там с яйцами это же тоже как бы ну есть природа да есть девочка есть мальчик и как бы понятное дело что еще многое зависит от характера но это же тоже понимаешь ну как бы не не всегда хорошо когда ты вот так вот даже как пашешь все на себе но тебе или не знаете сама так как ты такая же конечно может я конечно понимаешь может я конечно уже сейчас подрасслабилась когда там квартира машина когда уже понятно что нет предела там максималки там и всему остальному но сейчас как-то понимаешь все равно не знаю ценности и и счастье она в другом может быть опять же лена у нас тут бы разное какое-то восприятие может быть там даже год назад я бы рассуждал по-другому у меня допустим есть пример когда у меня подруга да вот тоже там она там работала все у нее прекрасно деньги машины дома охраны и все остальное но счастье нет понимаешь лен и детей уже не добре а уже как бы там годы как бы определенные ушли и семьи сейчас да не хочу я для себя рожать подожди это так классно детки это самая большая любовь тебя мужчина согласна я все равно нет я в своем представлении я и что уже прошла если я себе что-то сильно захочу и что-то представлю у меня это я вот потому что ну как бы все что у меня там есть это все из моей головы которые еще представлялась просто тебе объясню что стать сперма донором мужчина может до 36 лет по закону в россии сперму я найду ради бога ты уже не занимаешься прижмет а вот стать донором яйцеклетки еще сложнее порог а это что означает это означает что физиологически чем раньше ты родила тем здоровее будучи ребенок или ты хочешь чтобы вот эти вот больные аллергичные дети как нет подожди ну слушай насколько примеров есть допустим также там кто у нас там поздно собчак во сколько лет родила подожди вот тебе пример мы не знаем медицинскую карту ребенка не читали мы не знаем ленту в этом плане тоже не соглашусь с тобой почему потому что у меня в допустим есть при в примере когда у меня там мои знакомые набили здоровый образ жизни и он и она и никогда и не выпивали не курили матом не ругались понимаешь а в итоге ребенок глухонемым родился и в то же время я знаю когда у наркоманов здоровые отличные дети рождаются понимаешь поэтому опять же все вот там ленту у наркоманов здоровые дети рождаются по статистике гораздо реже чем у тех людей которые идут здоровый образ жизни значит ну я согласна но бывает понимаешь к чему-то к одному четкому при при к чему-то какой-то одной линии понимаешь быть вот то что вот вот чем позже родишь тем типа хуже я понимаю как бы но мне 26 мне там не 36 пока я понимаю что многие на моем примере допустим данном многие родили уже позже вот ну как бы и ничего в этом такого нет понимаю что короче чем раньше тем лучше и пусть это зерно там прорастает конечно лент понимаешь я детей нет я детей хочу но я хочу полноценную семью а вдруг эти две сложные задачи а ты не сможешь решить могу я если что-то захочу я смогу все объясню а мужчина не может возбуждаться на женщину как впрочем и женщина дольше чем три года подряд в среднем есть определенные законы и биохимии невозможно желать и произвести гормоны мозг не может произвести гормоны больше чем вот несколько лет подряд это значит что в какой-то момент страсть исчезнет и люди что должны будут расстаться потому что один начал спать налево другая направо а это значит что вполне можно было бы по мудрому разделить эти понятия родить ребенка и искать мужчину тем более что искать мужчину и найти его этот процесс бесконечный вся жизнь на этом уйдет и не факт что ты придешь к правильному результату может быть как я скажу слушай столько времени зря потратила вообще жалею о каждом из бывших вот все равно я же говорю понимаю что то ли я не могу еще донести мысль эти я тебе повторяю что я готова хоть завтра идти беременеть понимаешь но я хочу и до человека который будет отцом моих детей который будет моей опоры моей поддержкой я его любовь семья благополучие когда понятия давай ты разделишь понятия страсти секса и понятия хороший отец для моего ребенка я верю в то что есть совокупность у меня опять же есть примеры ну да я тоже верила что мужчина может быть и умный и красивый и богатый и успешный и ни хрена ну то есть иллюзии придется как сказать они все равно разобьются о реалии жизненных скал но если сейчас ты заранее поверишь что идеал не достижим и попробуешь я в принципе ничего не считаешь говорю как предсказано так и будет вашему конечно правильку бы изменить какие-то моменты в нашей жизни но все равно я вот опять же пример сказать коротковой вот кто вы почему именно она попала по судьбе так написано понимаешь поэтому есть какие-то вещи которые идут просто у тебя по судьбе по каким-то моментам если ты никогда не садишься за руль незнакомой тебе машины незнакомого тебе типа чумака типа то тогда вероятность того что это случится гораздо ниже это как она не ехала бы она на своей бы то есть также она могла сбить понимаешь знаешь свою машину знаешь как-то интуитивно я вот почему стараюсь не менять марку автомобиля в жизни мне не удается это всегда но я стараюсь потому что я инстинктивно в трудную секунду а там доли секунды вопрос я знаю правильно среагировать даже уже я с тобой согласна я сейчас у меня сейчас на моей машине что-то там с двигателем какая-то неполадка я сейчас дела арендованы но я взяла такую же как моя а вот и тоже я взяла mercedes потому что я понимаю что я там на бмв сажусь я как бы чувствую что ну все габариты не те я чувствую что я могу ну типа потеряться в определенный момент какой-то поэтому то что ты говоришь как бы я с тобой согласна у меня шкурный вопрос почему у тебя красивое лицо у меня нет ты используешь какой-то фильтр а это у меня близь блестючки потому что я красивая подожди я как дура без фильтров я пробовала использовать разные фильтры они прям видно что это фильтры поэтому я плюнула решила как есть уж холодный оттенок просто холодный оттенок дает и блестючки видишь нет нет где-то поблескивает у меня чё-то скинь-ка мне этот фильтр посмотреть на будущее хорошо так возвращаемся я знаю что хотела сказать это подожди это мы получается с моего это ям это мне надо сохранять до эффект я тебя умоляю потому что я его скопирую и выложу у себя в виде поста а ты у меня его я скопирует твой эфир и я его полностью выложу из себя я поняла я сделаю хорошо я его сохраню навсегда в посту я не уничтожаю во-первых а во-вторых может быть это кому-то будет интересно мы с тобой обсуждаем хорошие важные женские темы про подарки итак значит а какой подарок от тебя растрогал до слез ой растрогал до слез ой помню у меня сейчас если мама смотрит наш прямой эфир сейчас я это не мужчина как подарок это просто я что-то вспомнила я сейчас у меня мама по-любому мне мама смотрит эфир потому что она знает и привет передавала тебе мамочки привет такую дочечку сделала как я люблю вашу дочку прям как как будто я ее мама спасибо и я помню это был сейчас я тебе даже 97 год позже это я 93 это было то ли 97 мне было 4-5 годиков наверное и мне на новый год подарили розового мягкого слона большую мягкую игрушку и я вот представляешь сколько лет прошло 97 или 98 год был я помню я маленькая ну что ты меня так это растрогала я прям плакала вот этот момент помню а когда уже в обычной жизни уже знаешь где этот розовый слон мама где этот розовый слон остался у дедушки в доме в тех местах в которых сейчас идет война не выбрасывайте нашего слона да как то не выбрасывать мы это выбрасывать не будем там уже в этом доме другие люди живут потому что военные действия идут в луганске у нас же дом там был еще и у нас там же там вообще полный беспредел в нашем доме сейчас который у меня дедушка жил сейчас живут вообще другие люди вообще сейчас с войной какая-то фигня везде война в белоруссии в киргизии предвоенная ситуация армения азербайджан прям война украина все взрослые люди все знают что война приносит ущерб обеим сторонам обеим воюющим почему люди продолжают значит есть какая-то в этом выгода как будто неужели правительство которые отправляют своих людей вот на это неужели они такие циничные все ладно политику не поднимаем мы с тобой азинки брюнетки мы в этом ничего не понимаем но это ужасно ладно возвращаясь мужчинам и подарком задай мне вопрос ну да конечно же самый дорогой подарок самый запоминающийся самый но если бы я была циничной твари я бы сказала что ребенок но на самом деле я действительно больше всех люблю этот подарок люблю его больше всех остальных всего на земле и поэтому понятно что это самое дорогое и уж точно не забудешь но вообще конечно я считаю что к сожалению ничего дороже квартиры мне не дарили я вынуждена признаться но мне дарили мне мне подарили две квартиры в центре одного города столичного москва все остальное свое добро приходилось покупать самостоятельно так что я в общем все недвижку который у тебя по миру все недвижку по миру это и все сама да с вот этими руками ну это кстати оказалось легче выгоднее приятнее все равно потому что когда тебе дарят подарок не всегда можно попасть хотя квартиры любые беру любые дарите любые один ну один раз мне подарили кабриолет спортивный мерседес слк ну и все а вот тем временам срока тогда тебе были как только появились да я обожала это тоже украшение ювелирки всякие камни каких только каких только нет камней всяких разных дарили и все реально но камни это невыгодная история я вас умоляю я недавно прихожу в один очень крутой ювелирный бренд и говорю слушайте у меня все эти давно лежат часы уже батарейка конь ну сломалась давайте мне замените батарейку он смотрит ой какая красивая модель на прошлой неделе мы продали такую за 150 тысяч евро я говорю сильно извиняюсь а вы вообще не берете обратно у меня вот она 10 лет в сети лежит и так до сих пор значит это самое он говорит мы собираемся это делать но вот мы пока еще наш бренд этого не делает вот этот соседний делает мы еще не делаем ну вот тебе телефончик человека который на в известном аукционном доме если у тебя много такого что ты не носишь а хочешь продать вот тебе телефон я встречаюсь с этим чувачком и он мне говорит вот эти часы которые еще до прошлой недели у того ушли за 150 тысяч он мне говорит я у вас возьму максимум за 15 я говорю в чем здесь тогда сильно извиняюсь как это возможно вообще то есть если получается что это мне не нужны как бы деньги я не из этих соображений я думала мне пришла идея в голову продать все что мне не нужно что я не ношу и купить на это какую-то квартирешку на сколько хватит правильно я так я обломалась потому что мне жалко отдавать это на десятую часть цены ну понимаю а еще ты понимаешь если чем чем дольше модели уже нет продали снятся с продажи винтейдж винтейдж так вот самое страшное что я должна сказать всем девочкам я прожила свою жизнь неправильно я принимала подарки эти украшения ювелирные изделия которые сейчас не могу продать даже за десятую часть их стоимости поэтому девчонки никогда не берите ни у кого в подарок потому что тем более как делает мудрая левочка не просите эти украшения потому что это не инвестиции инвестиции это золотые слитки нет в любом случае нет если если несут берите но конечно да нет это все что касается если можете повлиять влияйте на покупку все что касается жилья и золотых слитков максимум да потому что бриллиант это все оно же вообще в целом я по секрету вам скажу что компания дебирс которая является монополистом бриллиантовым скупает все что производят все месторождения бриллиантовые и хранит у себя и если бы сегодня они все это выпустили то я вам скажу они стоили бы меньше стекла то есть бриллианты переоценены единственное во что еще можно вкладывать это в цветные драгоценные камни в очень дорогие редкие те чьи месторождения уже истощены да 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 либо просто в золото в золоте держать и говорят знаешь в чем лучше деньги хранить в евро или в долларах все таки в золоте и умные но это в слитках которые упакованы да 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 я об этом и говорю понятно что ни в почках и ни в кольцах да а что ты хочешь чтобы тебе подарили ой что я хочу чтобы мне нет вообще хочу новый гелик или бентли так несколько слов о нерациональности инвестиций в автомобиле я знаю я согласна я хочу я знаю ты меня всегда отговаривала в день покупки автомобиль теряет 20-40 процентов стоимости как только вы выехали я знаю а нельзя ли покупать хотя бы годовалые там уже как раз эти 40 процентов ушли ну не ну конечно лучше новый один год но если не я за свои буду покупать если за свои то ладно годик пусть будет с пробегом да ну и потом все таки надо быть рациональными мир изменился шальных денег которые были раньше сейчас уже ни у кого нет поэтому надо экономить надо перестать брать автомобили у которых большой расход топлива и уже задумываться об электро мобилях постепенно они какие-то все страшненькие хотя не патча порши порши вот панамеру видите не панамера как вот этот новый который патча панамера по-моему да электро вышла а теслу ты видела нет ну теслу я видела я в париже когда была я на тесле ездила и помню еще и в киеве ездила я пару раз на ней ездила но в ней ездишь как в тишине вот вообще она даже не чувствует какой ужас а хочется что с бульдозер прямо вот у меня такое ощущение было когда я водила хаммер у меня у приятеля был хаммер и он мне давал на нем кататься вот я тебя сейчас подхватила а ты мне говорила что не надо в чужую машину садиться это сейчас я знаю я же глупо была это я сейчас все поняла так вот значит я еду по парижским улицам и у меня такое ощущение что я этим хаммером с обеих сторон на улицу царапаю стены дома вообще-то так он широкий уже нет я за маленькие экономные с маленьким потреблением желательно электрические автомобильчики потому что автомобиль все-таки это не понты а средства передвижения потому что не рациональная инвестиция я против земляна согласно нет я согласна в этом плане но хочется хочется может перехочется не ну не перехочется часто мы разговариваем как раз пишут папика побогаче и отсосать вот и заработаешь заработаешь без мягкого знака написано понимаешь ну да вот они так и думают девчонки но со временем придет только не насосешь потому что папики они люди хитры на коротком поводке потому что если бы сразу любой папик дарил бы какой-нибудь любой дурочки сразу какую-нибудь квартиру в центре города то она бы от него ушла бы на нашем опыте мы флагманы в некотором смысле нас же слушают мы можем быть полезны нашим опытом особенно я у меня столько ошибок было совершено сейчас каждую можно поназать я кстати придумала какую книгу я хочу написать следующий я решила опрашивать всех моих знакомых миллиардеров где они больше всего теряли кто их больше всего предавал и вот вот эти неудачи бизнес если раньше я лет десять назад писала книги про удачи миллиардеров в бизнесе как они добились своего сейчас я хочу узнать где они теряли и как этого избежать то есть какую мораль у этой басни какая мораль это очень интересная тема потому что с кем не поговоришь этого кинули того рыдые то что просто понимаешь люди лент смотри люди которые вот пишут подобные вещи поняла что они с такими людьми не пересекаются для них поняла что ну типа есть же такой стереотип что если там олигарх или миллиардер что это сразу знаешь какие-то толстые лысые дядьки которые наворовали всего понимаешь это умнее просто люди не понимают что это умнейшие люди то есть ни один идиот не заработает да даже не наворует миллион миллионы миллиарды эти просто так в любом случае это дикий опыт у людей дикие дикие состояния которые люди заработали и и в основном наши как бы те кто сейчас это в основном люди из 90-х еще кто остались а в 90-е там ну как бы идиот и не выжили понимаешь по тем временам поэтому как бы ну кстати прекрасная мысль в отношении того что идиоты не выживают я сейчас по-другому смотрю на стариков я раньше к ним относилась с не с таким уважением как должна а сейчас я вижу и понимаю что у этих людей нужно учиться потому что они выжили а выжить на этом пути кто-то погибал в на на авто на мотоциклах кто-то кто-то от сигарет кто-то от язвы кто-то от рака эти выжили и пережили все значит они самым правильным и мудрым образом действуют и именно у них нужно всему учиться поэтому я да нет вообще на самом деле конечно наш те поколения и то время это это настолько умнейшие мудрейшие люди у которых действительно надо поучиться когда у нас почему у нас люди так и живут хрен пойми как потому что все во всех кого-то меня все все рассказывают только куда воровал кто у власти сидит кто-то да кто вам не дает голову включить и что-то делать понимаешь проще кого-то обвинить проще кого-то обострать круш проще кого-то рассказать кто каким образом что-то наворовал или насосал как рассказывать понимаешь чем понять собственную бесполезность своей жизни потому что если у кого-то что-то не складывается проще кого-то обвинить в этом а может быть мы сами виноваты поэтому что у меня ничего нет съемная хата чужой машины ребята так ли на через две минуты эфир заканчивать надо сохранять ребят у меня своя квартира своя машина у меня все прекрасно поэтому не надейте что у меня что-то как-то не так кстати сохранять ты не обязана потому что сегодня до двух часов даже так что не волнуйся закончим когда захотим нет 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 вот у меня написано послушай у меня сейчас на грамм осталось минута тридцать четыре тридцать три я тебя тоже все я сейчас сохраняюсь разберусь как это сделать давай люблю